Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Сегодня утром в лифте моя эмоциональная соседка громко жаловалась. Ремонт надоел до смерти. После работы с ног валюсь от усталости. А в доме кошмарный беспорядок. Рабочих в подъезде тьма, и шумят они так, что мертвого разбудят. Старший по подъезду стал ее успокаивать. Не преувеличивайте. Сегодня тема нашей программы, как многие уже догадались, гипербола. Что это такое? Это троп или другими словами оборот речи, состоящий в намеренном преувеличении свойств предмета или явления. В переводе с греческого гипербола означает излишек. Это любимый стилистический прием Владимира Маяковского. Помните его неологизмы, любовище или волосище, а миллиониной. Современные журналисты тоже взяли этот прием на вооружение. Вот пример из телеанонса. Ему под силу спасти целый мир, победить любого врага, и никто не может его остановить. Арнольд Шварценеггер в России, экскурсия по третиковке, шопинг на Красной площади и другие неизвестные подробности визита Терминатора. Обычно признаки, подвергающиеся гиперболизации, это размер, цвет, количество или интенсивность процессов. Знаменитые бриллианты Зыкиной, о ее несметной коллекции шепталась вся страна, но после ее загадочной смерти они исчезли. Вы уже заметили, что гипербола, как образное выражение, используется в тексте анонса для выражения более глубокого и яркого впечатления. Они не виделись целую жизнь. В эту субботу Стас Пьехов встретится с забытым отцом, а дети Мурата Насырова исполнят последнюю волю папы. Гипербола используется как яркое характерологическое средство при создании образа, чаще всего комического. От интердевочек до жен миллиардеров, у русских золушек весь мир под каблучком. Гипербола широко распространена в разговорной речи. Она может лежать в основе пословиц, поговорок, фразеологизмов. Например, «Работать до седьмого пота» или «Пир на весь мир». В литературных произведениях развернутые гиперболические обороты мы находим у Франсуара Бле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», Михаила Евграфовича Салтыкова «Щедрина» «История одного города». А в каких случаях гипербола неуместна в официальной деловой речи, потому что она требует точности. Как жаль, что об этом часто забывают те, кто пишет жалобы, на соседей в различные инстанции. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!